Йоу-йоу-йоу, чувачки, всем привет! ИКОМНЕ НА СНИИ БЛОГУ Так, дальше. Блин, потрясающая вообще тема. Сидди, нифига себе. Я прям очень долго вычислял, Сидди это или не Сидди, ты это или не ты, бро. Когда-то в эпоху кожаного готического металла, когда существовали клубы Порт Арктика, Орландина, и была группа Атомика на питерской метал-сцене. Как раз недавно мы с Серегой ЦХ пересматривали все видосы Атомики, которые мы смогли найти на YouTube. И вот Сидди, идейный, можно сказать, вдохновитель и продюсер, наверное, этой группы, не знаю, как назвать. Мы лично не знакомы, но я помню, что когда я пешком ходил под стол буквально, и был очень мал, я все равно ходил в Арктику. И Атомика мне очень нравилась, спасибо за такую классную группу, сейчас расскажу. Блин, чувак, ну, респект вообще, если честно. Значит, зачем я это снимаю? Ну, короче, есть такая штука, кунг-фу. Как говорил Джеки Чан в фильме «Карате пацан», кунг-фу это то, как ты снимаешь куртку, как ты одеваешь куртку, и как к людям относишься. Повторение мать учения. 10 тысяч часов монтажа видео сделают меня мастером кунг-фу, допустим. В общем, и блог это примерно такая штука, это моя тренировка просто. Он, поэтому, там не улавливается смысл для зрителя и так далее, потому что просто тренировка какого-то монтажного навыка, тренировка быть в тонусе, чтобы в любой момент достать камеру, начать снимать. Вот это вот анти-лень, так называемая тренировка чего-то нового, например, сделать там 100 выпусков за год и так далее. Это все просто кунг-фу, ни больше, ни меньше. Но теперь я уже знаю, что я тут могу хорошо, что я тут могу не очень хорошо, поэтому в следующем сезоне буду прокачивать немножко другие грани этого кунг-фу. Новый стиль надо выучить, типа того. Когда-то давно мы с подругой Женей Ригоной, короче, решили, что мы будем делать. Я не умел фотографировать вообще, ну, скажем так, типа никак. Еще тогда не снимал видео в плане какую-то работу, да, и все такое. Мы решили делать по одной фотографии каждый день на протяжении года. И к концу года я уже врубался, как работает камера, что там надо, как крутить, как делать какую-то композицию, какие там существуют жанры, чего мне нравится, чего не нравится. В общем, буквально ненавязчиво по одной фотке в день. И было прокачано просто невероятных размеров вот это вот понимание того, что такое фотография. Хотя я до сих пор как бы не силен в этом. Но суть дела в том, что я хотя бы уже знаю, как это работает, что с музыкой. Примерно то же самое сейчас происходит, только я пока еще не придумал алгоритм, как его назвать. И он еще вне каком-то поле таком для людей, типа он где-то в столе вот тут вот, на жестких дисках. Какие-то штуки, пытаюсь постоянно найти новые девайсы, какие-то сэмплеры. В один момент времени я подумал, все, я буду работать только в облетоне и только с сэмплами. Где-то год я этому посвятил, но получилось, что за этот год мы работать там, дай бог, часов 20, что очень мало. Поэтому, видимо, не так это удобно, как мне хотелось бы. Единственное, что не заставляло в себя играть, это был GarageBand на iPad, но они сейчас перепилили его полностью, но он выглядит по-другому, немножко по-другому работает. Попробую вернуться к нему, потому что там была производительность, буквально там трек в два дня можно было наклепать. Я сидел на работе в магазине, продавал кино и тыкал в iPad. И у меня там прям очень весело все получалось. То есть пофиг, что это все генерируется его звуковыми процессорами и типа там какие-то стандартные, не очень качественные звуки. Мне вообще, если честно, все равно. Главное, чтобы было весело играть. Еще во что мне весело играть сейчас это в гитару, как всегда, впрочем. А, еще мы делаем с Серегой ЦС, с которым смотрели недавно сиди все видосы вашей замечательной группы Atomic'а на YouTube, которые смогли найти. Мы делаем Drum'n'Bass пока что на стадии написания материала. Там будет Drum'n'Bass, симфонический оркестр живой, русскоязычная певица и хорошие музыканты. Делаем это под запись и под одно шоу. Типа такая... сложно, дорого. Поэтому очень-очень долго пишем. На самом деле еще потому, что лень и практически ничего мы не пишем. Но как соберемся написать, так написываем нормально. Все, работа, дом, там... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok